Ассаламу алейкум. Сегодня поговорим по поводу ситуации вокруг тысячерублевой купюры, которая уже вызвала большой резонанс, вокруг которой была сломана копия. Подробности я затрагивать не буду, каждый может их прочитать. Об этом уже много было комментариев в СМИ и так далее. Но что хочу сказать, что уже появились некие комментарии, которые говорят о том, что реакция русской общественности на ситуацию вокруг этой тысячерублевой купюры продемонстрировала, что специальная военная операция разбудила русский народ. Я с этим, конечно, спорить не буду, потому что действительно специальная военная операция разбудила наш расистский многонациональный и многоконфессиональный народ, а не только русских, не только русских и представителей тех русских, которые выступают с позиции этнического национализма, противоставляемого нашему гражданскому национализму в хорошем смысле слова. То есть, противопоставляя русских нашему большому российскому многонациональному и многоконфессиональному народу. И, конечно, весь многорасистский народ, весь расистский народ, многоконфессиональный и многонациональный, пробудился и участвует в специальной военной операции, противостоит украинскому фашизму. И, наверное, мусульмане, точнее не наверное, я об этом точно знаю, что мусульмане находятся на переднем краю этой борьбы, борьбы с украинским фашизмом. Это известно много добровольческих батальонов от Сатарстана, из Чечни, из Башкортостана, из других республик, которые традиционно исповедуют ислам, которые участвуют в специальной военной операции, находясь часто на очень ключевых позициях, на важных направлениях, наиболее опасных направлениях. Но, конечно, вот это все, то, что мусульмане оказались на переднем краю борьбы с украинским фашизмом, это не оправдало надежды тех лиц или тех групп националистов, выступающих с позицией радикального русского национализма или этнического национализма, противопоставляя себя нашей российской гражданской нации. То есть они рассчитывали, что, впрочем, как и многие представители оппозиции, или в кавычках оппозиции, которые сбежали из страны и теперь проживают на Западе, что мусульмане должны превратиться во время специальной военной операции в некую пятую колонну, и тогда их можно будет и дальше маргинализовать, загнать в деты, национальные деты и так далее. Поэтому, когда этого не произошло, то активизировались многие группы шовинистов, радикальных националистов, которые увидели угрозу вот этой своей мечте по поводу превращения Российской Федерации в государство русских и для русских, где не нашлось бы места для ислама и мусульман, разве что вот в тех самых национальных гетто. Именно специальная военная операция этому и помешала, продемонстрировав, что мусульмане России находятся однюдь не в талу борьбы, а в первых рядах или в авангарде. А ислам начинает занимать то высокое место в российской системе координат, которому ему и надлежит занимать, как традиционные для нашей страны религии, которые исповедуют, если мы говорим про Дагестан с 8 века, с 7-8 века, если мы говорим про Поволжье, что с 10 века, которая появилась в территории нашей страны, не позже, чем христианство, и которое исповедует много миллионов наших сограждан. Именно поэтому радикальные националисты активировали сперва различные антимигрантские программы и занялись откровенными провокациями, при этом часто используя вот эти антимигрантские лозунги, борьба шла именно с культовыми сооружениями, то есть с исламскими сооружениями, с мечетями. То есть речь шла не о выявлении незаконных мигрантов, а именно о закрытии мечетей, которые используются, которые, в общем-то, имеют ценность для всех мусульман, а не только мигрантов. Именно в это сложное время вот эти силы, выступающие с позиции этнического национализма, русского этнического национализма, они почувствовали угрозу от ислама и мусульман, именно потому, что мусульмане оказались не в оппозиции, на что они рассчитывали, но в первых рядах борьбы. И поэтому враги ислама и мусульман были вынуждены таким образом начать действовать. В ход уже идут не только вот эти программы по борьбе с мигрантами, через которые удар наносится и по любым проявлениям ислама, будь то мечети, молильные дома, ношение хиджабов в школах и так далее. Но идут такие провокации, как история с тысячерублевой купюрой, чтобы попытаться развернуть общественное мнение против мусульман и тех народов России, которые ислама споведуют. И все это именно потому, что специальная военная операция выявила то, что мусульмане оказались в первых рядах борьбы с украинским фашизмом, и действуют в том числе в авангарде этой борьбы. И многих это, конечно, не устраивало. Они бы хотели, чтобы мусульмане в этой ситуации заняли иное положение, в чем их позиция, кстати, созвучна, с позицией их тех сил, которые поддерживаются и финансируются Западом. Продолжение следует...